Вот уже несколько дней главной темой обсуждения российских и зарубежных СМИ является грандиозное шоу-церемония открытия 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Тысячи кубанцев за стартом Белой Олимпиады следили в специально оборудованных для этого важного события фан-зонах. В городах, в том числе и в нашем, были установлены интерактивные экраны, которые транслировали открытие Олимпиады. О том, как славянцы отметили начало самого долгожданного события последних семи лет, смотрите в следующем материале выпуска. Дата 7 февраля 2014 года. Время 2014. Правда, собираться на главной площади Славянска на Кубани жители начали гораздо раньше. В 7 вечера здесь начала работать фан-зона. Открыл праздничный вечер концерт, на котором выступили лучшие творческие коллективы со специальной олимпийской программой. Поболеть за Олимпийскую сборную России на Театральную площадь пришли сотни славянцев. Болельщиков не испугала холодная погода. Гордость за свою страну, желание поддержать спортсменов, пусть и на расстоянии, а еще стать соучастником главного спортивного события года. Все это создавало на Театральной площади неповторимую атмосферу единства, душевного подъема и патриотизма. «Россия, вперед!» Студентка славянского электротехнологического техникума Яна Король далека от спорта, но поддерживать наших спортсменов в день открытия Олимпиады пришла с большим удовольствием. Это особая миссия – быть болельщиком, считает девушка. И пусть мы не в Сочи, но поддержка все равно дойдет до сборной России. «Я думаю, что это в данный момент важное событие для нашего Краснодарского края, как говорится, потому что большая честь именно для нас проводить эту Олимпиаду. Я буду смотреть герлинг, болеть за наших участников, спортсменов. Желаю им удачи и Россия вперед!» На Театральной площади Славянска-на-Кубани собрались самые разные люди. Те, кто каждый день занимается спортом, и те, кто предпочитает следить за спортивными событиями со стороны разных возрастов и увлечений – всех их объединило это грандиозное общемировое событие. «Я думаю, это очень великое событие, потому что много народа собирается болеть за нашу страну, и все их будут поддерживать. Это очень величайшее событие, мне кажется». «Я вообще очень рада, что у нас проходит Олимпиада в стране. Я буду смотреть и болеть за наших». «Мы должны показать, какая у нас сила, мы должны всех удивить». «Это самое долгожданное событие, которое ждут все россияне. Это будущее нашей страны, и это будет прорыв. Мне кажется, это будет самая запомняющаяся Олимпиада». Вместе со всеми поддержать наших спортсменов-олимпийцев на театральную площадь пришел и глава Славянского района. Роман Синеговский поделился, что будет непременно следить за успехами нашей сборной и болеть за все виды спорта. «Славянский район очень сильно любит спорт. И это яркое событие, мы к нему очень долго шли, готовились. И сегодня наши спортсмены, наши жители пришли поддержать Олимпиаду в Сочи, потому что поддержать нашу команду, поддержать в целом спорт. Я считаю, что это действительно очень яркое событие. И поэтому сегодня праздник, праздник у всех. Вы видите, с каким настроением все пришли. Все поддерживают с ложками, с шарфиками. 15 видов спорта. Я считаю, что будет очень яркая борьба. Надеюсь, что большинство наград все-таки будет у нашей страны. И поэтому желаю всем ярких впечатлений, хорошего настроения. Любите спорт, поддерживайте спорт и все занимайтесь спортом». Чтобы болеть было еще интереснее, на главной площади города установлен большой экран, на котором будут транслироваться соревнования из Олимпийского Сочи. Первая онлайн-трансляция состоялась в день открытия 22-х Олимпийских зимних игр. А для того, чтобы церемонию открытия ждать было интереснее, для собравшихся на площади была проведена Олимпийская викторина, а также флешмоб. Зимние Олимпийские игры в Сочи стартовали. И вот уже несколько дней спортсмены из более чем 80 стран борются за победу. Если вы не хотите смотреть Олимпиаду по телевизору, сидя в одиночестве на диване, приходите на театральную площадь. Здесь организована фан-зона для болельщиков. На большом экране все дни будут транслироваться самые значимые спортивные события Олимпиады. Рузанна Ефремян, Михаил Варгулёв, Георгий Калинин.